Привет, звездочки! Осталось всего несколько дней до моего любимого праздника. Вообще-то у меня их много любимых. Вы даже запутаться можете, если вспоминать их начнете. Но если я скажу, что в этот день мы поздравляем своих мам и бабушек, долго вы будете гадать? Правильно! Скоро 8 марта! Ох, а у меня мам очень-очень много. Ведь меня придумала не одна девочка, а целый кружок кудесники из Дома творчества Ленинского округа. Всех мам я поздравить не успею, поэтому поздравляю их за один раз через газету. Правда, через специальную газету, которую делают сами звездочки. Она называется «Юный комсомольчанин». Вот, видите, ребята чем занимаются? Это и есть авторы. Они готовят мартовский выпуск газеты. Я туда и отдам свое поздравление. Дорогие мамы, поздравляю вас всех-всех. Желаю счастья и конфет побольше. Целую, Туся. Да, ну и на какую полосу ты поставишь мое поздравление? Твое поздравление, Туся, мы поставим на вторую полосу. О, а почему на вторую? Я хочу на первую. А на первой полосе у нас обложка. Обложка – это одна из самых важных полос в газете, потому что на ней идут текущие сведения о номере. То есть там идут, когда выпускается номер, сколько номеров он уже выпускался. На обложке у нас будут фотографии с конкурса Дворца Дома Творчества. Это был конкурс «Звезды Юнкома», который проходил в Доме Творчества в городском. И эти фотографии пойдут на обложку. Как жалко, что я не участвовала в этом конкурсе. Ну что ж, расскажи тогда, что там на второй полосе-то будет? На второй полосе, Туся, у нас будут поздравления от девочек и мальчиков нашей редакции. Тут будут фотографии, коллективные фотографии девочек нашей редакции. Вот они. О, какие красивые фотографии. Можно мне? Да. Винуть. Да. Смотри. Здорово. Ну я надеюсь, что моя фотография тоже здесь будет? Сюрприз! Сюрприз! Да, здравствуй, сюрприз! Газета пришла в сентябре. Мне просто было интересно попробовать себя в новом деле, проявить как-то себя. Мне это очень нравится, и не жалею о том, что пришла сюда. Больше всего мне интересно здесь это общение с людьми. Мне нравится брать интервью у людей, которые уже достигли многого в жизни, потому что я могу с помощью себя через нашу газету передать опыт нашим молодым читателям, чтобы они тоже чего-то достигали и приходили к нам в газету, чтобы узнать что-то новое. Для того, чтобы написать статью, мне пришлось ходить с третьего этажа на второй и обратно. Но в итоге я эту статью написала. И надеюсь, что всем нашим читателям, которые будут читать эту газету, все статьи, и не только моя, понравятся. ПЕСНЯ 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 А как вы вообще делаете эту газету? И вообще, кто у вас здесь главный? Главный у нас в газете, Тусин, главный редактор. ПЕСНЯ Хорошо. Ну а дальше кто же еще делает газету? Газету у нас делают наши корреспонденты. Это вот дети, которые здесь сидят. А ты, Саша, кто? Я ответственный за выпуск этого номера. И что же ты делаешь? Я собираю материал, составляю макет газеты. Ой, а что такое макет? Макет – это примерное расположение всех статей в номере. То есть, как будет выглядеть газета. Черновой вариант. И сколько будет статей? Ну, статей у нас будет очень много. Вот, например, на третью полосу у нас пойдет статья с конкурса «Звезды Юнкома». Вот. Потом на следующую полосу у нас пойдут вести из школ. В газету я пришла недавно. На днях я брала интервью у юной художницы. Я спрашивала ее, когда она нарисовала свой первый рисунок, какая тема ее волнует больше всего, где она берет сюжеты для своих рисунков. Я думаю, что это событие, первое интервью, запомнится мне надолго, а может быть и навсегда. Что нужно корреспонденту знать, уметь? Ну, корреспондент должен быть общительным человеком, чтобы можно было брать информацию у людей, у которых он берет интервью. Информация. А что это такое вообще? Информация. Информация. Это данные, которые человек получает при общении или каком-либо запоминании. Ну, а зачем она нужна нам, ребятам? Ребятам она нужна, чтобы больше знать, уметь общаться с другими ребятами. А вот есть какие-то трудности на вашем пути? Ну, больших трудностей нет, хотя очень сложно писать интервью и составлять планы. А вообще все не так уж и сложно. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Кроме будней, когда мы бегаем за интервью и ищем новые материалы, у нас есть еще и праздники. Мы отмечаем дни рождения, Новый год и все-все праздники, которые существуют в мире. Поздравляем именинников, дарим им подарки и в своей газете на последней странице обязательно всех поздравляем. В нашей газете существует очень интересная рубрика, которую пишет эльф-летописец. Она интересна не только для моих ровесников, но, я думаю, и для малышей. Прочитав эти статьи, малыши присылают эльфу вопросы, которые интересуют их. Когда ты читаешь эти статьи, то как бы соприкасаешься с иным миром. В нем эльф рассказывает нам о былой жизни, как там все происходило, как они праздновали праздники, какой волшебный народец существовал. Я пришла в газету в октябре, мне об этом рассказала подруга, что существует такая газета. Я решила себя попробовать в этом для меня новом деле. Мне очень понравилось, я сразу втянулась. Я думаю, что корреспондентом быть очень интересно, потому что ты живешь общественной жизнью, участвуешь в разных мероприятиях и, в принципе, можешь стать популярной. Кроме этого, для меня редакция значит очень многое, потому что тут все мои друзья, и я тут по-настоящему отдыхаю. Мне ваша газета очень понравилась, и странички такие интересные. А у нас в «Амурских звездочках» тоже есть разные странички. Вот давайте посмотрим страничку «Кем быть?» Мы там к 8 марта готовимся. Да, прическа у тебя, конечно, красивая, но ее сделали всего один раз. А если я хочу разные прически научиться делать, если я хочу стать парикмахером, то на ком мне тренироваться? А ты знаешь, кто такие парикмахеры? Нет? Ну, тогда пойдем узнаем. Инна Николаевна, а кто такой парикмахер? Парикмахер – это художник только по уходу за волосами. Он может сделать хорошее настроение своему клиенту. Она уйдет потом с хорошим настроением и будет даже счастлива. Волосы ведь это украшение для женщины тем более. Кому идет короткая страничка, кому длинная, кому-то надо волосы загвать, чтобы они показали черты лица красивые. Инна Николаевна, а как стать парикмахером? Я с детства любила подстригать, встречать людей, делать прически. У меня даже были свои клиенты в детстве. Мама свою стригла. Маме это даже нравилось. А потом я решила стать парикмахером. Училась в 26-й парикмахерской у Нины. Вот уже учится забыл, куда я. Старая нашего мастера. Она отличный мастер был. И она очень много у меня научила. Девочки, с которыми я вместе раньше работаю, до сих пор тоже работают мастерами. И отличные мастера они у нас. Что сложное, а что легко? Ну, сложилось все. И люди у нас сложные, и инструменты у нас сложные, и прически у нас сложные. Вот хочу вам показать инструменты. Вот смотрите, ножницы парикмахерские. Это вот прямые ножницы. Видите, как я их держу? На первых фалангах и на безвязь, на пальчике. А вы когда бумажку режете, на другом пальчике держите, да? Вот это прямые ножницы. А вот это филировочные ножницы, потому что они у меня не сильно красивые, но если у нас у девочек, очень красивые, хорошие ножницы филировочные. Видите, они зубчиками идут. Вот. У нас еще зажимы для волос. Ну, какие зажимы. Чтобы волос не падал, когда пристрижки. И зажимаешь, и аккуратненько строгешь. А вот эта вот массажка. Мы когда волосы феном укладываем, нам очень удобно, видите, она реденькая. А здесь и шишечки специальные, чтобы голову не царапать. И удобно ей накрутишь в руках, а делаешь объем. Так. Вот у нас еще что очень интересно. Это девушка на милионе. Вот дай мне шапочку там, пожалуйста. Вот здесь шапочка для милиония. Какая шапочка. Вот этой шапочке много-много мелких дырочек. Вот ее на голову одеваешь. На голову ее одеваешь. И скажет дырочки потом. Вот здесь вот здесь. А здесь есть у нас крючочек. И вот вытаскиваешь, дырочку вставляешь, и вытаскиваешь волосы. И получается тоненькие порядочки здесь такие стоят. Это расчесочка. Потом эти порядочки расчесываешь. А потом их начинаешь красить. Все для милионии. Расческа очень удобная. Так. Ну и здесь очень много химикатов. Я думаю, что вам такие химикаты не нужны. Вот у нас пенка для волос. Сильной фиксации. И такой же лак. Видите, у нас какие красивые бутылочки. А вот фен. Фен. Профессиональный. Немножко удлиненный. Чтобы было удобно, когда волос сужен. На фену коже, он бьется заешь. Удобно перекидывать волосы через него. Инна Николаевна, а стрижка и прическа это одно и то же? Конечно же нет. Стрижка это основа для прически. А прически бывают разные. Вот у тебя тоже, например, прическа с косичками. Тебе вот нравится такая прическа? Видишь, ты так хорошо выглядишь. А прически у нас бывают, если просто феном уложить, ну, поседневные прически. Это феном уложили, бегудюшки накрутил. А уже там с тачесами идут. Это же более вечернее. А есть еще свадебные прически, которые идут с украшениями. Они очень красиво укладываются, украшаются цветочками, ленточками. Инна Николаевна, научите нас прически делать. Это мы сейчас с вами вместе сделаем. Давайте начнем вместе делать. Хвостик мы будем завязывать на теменной части, чтобы немножечко была видна прическа. Так, волосы захватываем все, вычесываем розиночкой, стягиваем их. Еще хорошо вычесываем, чтобы они нигде не у нас не торчали. Так, вот тут дверечку дай мне, пожалуйста. Так, мы сейчас ее зацепим за розиночку. Сделаем так, чтобы его не было видно, где-нибудь снизу. А теперь делим на три части и начинай плести косичку. Сюрприз! Сюрприз! Да, здравствует сюрприз! 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 Да, здравствует сюрприз! Сюрприз! Представляете такое положение? Все, что будет с вами, знаете заранее. Ни к чему так дополнения, сомнения. Все на свете предусмотрят расписание. А теперь возьмете заверевочки забеленькие, видите? И теперь где розиночка? Нашли? Заверевочку одну руку держим. А теперь начинаем стягивать. А теперь надо будет заколоть как-нибудь по интересу. А мы бросаем суть и призов, Потому что потому, Жить на свете без сюрпризов Невозможно никому. Пусть удачи, неудачи, Пусть полеты вверх и вниз, Только так, а не иначе, Только так, а не иначе, Так разрует сюрприз! Сюрприз, сюрприз! Так, а теперь самое интересное. Вот смотрите, вот эти хвостики, Их можно очень красиво поставить. Вот как-нибудь поинтереснее. Пусть удачи, неудачи, Пусть полеты вверх и вниз, Так, а теперь так, а не иначе, Так разрует сюрприз! Сюрприз, сюрприз, сюрприз! Так разрует сюрприз, сюрприз! Может, Ксения с Индирой И нравится разные прически себе мастерить. Вон с какими косами Они пришли в парикмахерскую. Это сколько же часов Их мамы потратили, Чтобы своим дочкам Такую красоту изобразить. Ой, у меня бы никакого терпения не хватило. Так что я счастлива И со своими косичками. Вот они у меня какие, да. Тоже симпатичные, между прочим. Давайте лучше я вас С другими детками познакомлю, Которые тоже делают Своими руками мамам подарки. Там хотя и не косы, Но терпение тоже необходимо. А ведь это еще детский-детский сад. Сюрприз, сюрприз! Да, здравствуй, сюрприз! Сюрприз, сюрприз! Да, здравствуй, сюрприз! Это праздник всех женщин. А как он называется? Называется... Восьмого марта. Правильно. А что ты подаришь маме на этот праздник? Я. Цветочки. А их тяжело делать? Да. А почему именно цветочки? Потому что мамы любят цветочки. А ты долго их делаешь? Да. Как хорошо, что я догадался подарить тебе Как раз такой подходящий горшочек. Который можно положить? Такой подходящий шарик. Приятно другу подарить горшочек. Нет, шарик. День рождения. И я. И я. И я того же мнения. Как хорошо. Как хорошо. Какое совпадение. Нашелся к шарику горшок. А хвост ко дню рождения. И я. И я. И я того же мнения. Приятно, что ей говорить. О как день рождения. Но другу радость подарить, приятнее, без сомнения. И я! И я! И я того же мнения. И я! И я! И я того же мнения. У меня есть предложение. Давайте подарим мамам еще один подарок. Скоро будет утренник, придут мамы и бабушки, и вы им сделаете сюрприз. Мы приготовим танец. Ты как, согласен? Да. Сюрприз, сюрприз, да здравствуй, сюрприз. Сюрприз, 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 да здравствуй, сюрприз. Ах ты, бедная моя трубодурочка, ну смотри, как исхудала фигурочка. Я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Состояние у тебя истерическое. Скушай, доченька, яйцо диетическое. Или, может, обратимся к врачу. Ничего я не хочу. Ах, принцессочка моя, горемычная. Скоро будут здесь певцы заграничные. Выбирай любого, все, оплачу. Ничего я не хочу. Вкусный праздничный завтрак для мамы можно красиво накрыть и так. Главное, этот завтрак приготовить. Ну что, будем учиться. К 8 марта маме я решил научиться печь блины. Для блинов нужно полстакана молока, 3 яйца, все это перемешать. Потом нужно добавить 500 грамм муки, соль, сахара, соды. Сахару не нужно много, чтобы не прилипали блины. Все это перемешать. Потом аккуратно на сковородку. Сейчас я начну печь блины, но на сковородку я не буду наливать масло, потому что уже мы добавили его в тесто. Кстати, сковородка должна быть раскаленная. Переворачивать блины нужно через минуты-две. После того, как блин готов, мы кладем на него немножко масла. Для блинов нужно налить полстакана молока, добавить муку 500 грамм, добавить 2 яйца, а потом еще 2 стакана молока, соль и сахар, и соды, щепотку. Потом нужно это все хорошо перемешать. Но сахара много сильно добавлять нельзя, чтобы блины не прилипали к сковородке. Когда мы начинаем печь блины, нужно, чтобы сковородка была разогрета. Ну вот, наши блины готовы. Но так как праздник, мы можем сделать к ним начинки. Можно сделать начинки, как у Максима. Это из творожной массы. В нее входят творог, изюм и сахар. А можно сделать начинки, как у меня, из них сухофруктов. Это чернослив, изюм и курага. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известным всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. А куда мы идем? К тебе, конечно. В праздничное утро мы можем поздравить наших мам вкусными бутербродами. Туся, ты любишь бутерброды? Для приготовления бутербродов мы должны в первую очередь нарезать батон. Сверху помазать маслом. Потом мы должны нарезать свежий огурец. Ну, можно еще колбасу. И все любят мамы разной начинки. Но еще можно сверху разными паштетами. Туся, а ты хочешь, чтобы я тебя научила делать свой любимый бутерброд? Ну, смотри. Для начала я должна взять хлеб. Потом его помазать маслом. Сверху наложить паштет. И положить сверху огурец. А ребята любят делать другие бутерброды. Слушная вечерняя пора, Хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, Такого не бывает. Такого не бывает. А у тебя что-нибудь есть поесть? У меня есть еще один воздушный шарик. Туся, ты уже поздравила свою маму с 8 марта. А я еще нет. И поэтому я ее решила порадовать и поздравить Своим новым салатом, который называется нежность. Для его приготовления требуется На терке тертый сыр, На терке натертая морковь, Лук, вареные яйца и майонез. Все это перемешивается и посыпается зеленью. Туся, ты знаешь, что салаты бывают разные. Точно так же, как бывают разные бутерброды. Салат, который мы сейчас приготовим, носит название Прекрасного весеннего цветка. Знаешь, какого? Этот цветок называется мимоза. Знаешь, что необходимо для салата? Во-первых, необходимо мелко нарезать лук, Натереть на терке белок и желток от яйца, Необходим майонез, Натереть сыр, Также нужно намять шпроты вилкой, И для украшения нарезать красиво огурцы. Вместо шпрот можно взять любые другие консервы. Мы вот, например, взяли сайру. А самое интересное в салате мимоза то, Что он укладывается слоями, почти как торт. Недавно солнце в гости к нам Всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-парам-парам Ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-парам Ходите в гости по утрам. Дорогая мама, поздравляю тебя с 8 марта. Пусть твоя жизнь течет среди веселых берегов, И пусть всегда с тобой живут надежда, вера и любовь. Дорогая моя мамочка, Поздравляю тебя с днём 8 марта. Желаю счастья, здоровья, Долгих лет жизни и успехов в личной жизни. Дорогая мамочка, Поздравляю тебя с международным женским днём. Желаю тебе побольше весеннего настроения. Желаю тебе побольше улыбок, Меньше слёз, Что тебе всегда посопутствовала удача на работе и дома. Мамочка, любимая, ты добрая и милая, Заботливая, ласковая, Самая прекрасная, с праздником. В этот замечательный день Мы хотим пожелать нашим любимым мамам Побольше здоровья, Счастья, Успехов в рабочих делах и в личной жизни. Поменьше плакать и побольше улыбаться. А мы вам в этом будем помогать. Так, я своих мам поздравила, Мальчики своих мам поздравили. И не только поздравили, Ну и неплохо подготовились. Очередь за вами, звёздочки. Начинайте. А я не буду отнимать ваше время. И прощаюсь. До следующей субботы. Ну, пока. А я не буду отнимать ваше время. Спасибо.